Александр Цибульский провел личный прием граждан в региональную приемную «Единая Россия». В Наринмаре пришло 18 жителей. Большая часть проблем, с которыми к губернатору обратились пришедшие на прием, касались вопросов предоставления жилых помещений, а также бесплатного предоставления земельных участков под строительство жилья. Все подробности далее. Обратившаяся к губернатору жительница Наринмара подняла вопрос о необходимости проведения процедур массажа для пациентов в стационарных отделениях Ненецкой окружной больницы. Работать в стационаре без массажиста невозможно. Травмы, которые заживают быстрее при массаже, плюс инсультники, конечно, очень много можно поставить на ноги, которых мы просто выписываем домой на выживание. По словам женщины, в массаже нуждаются люди пожилого возраста, а также пациенты, перенесшие инсульты, нуждающиеся в медицинской реабилитации. Как отметил глава региона, нет никаких сомнений в том, что это действительно необходимо. Надо в штатное расписание ввести массажиста. Если есть какие-то непонимания, надо исходить из соображений не эмоционального отношения друг к другу, а с точки зрения профессионалиста. Александр Цибульский поручил руководителю профильного окружного департамента в течение ближайшего месяца представить предложение по организации оказания реабилитационных мер медицинской помощи, в том числе лечебно-физкультурных, пациентам больницы. Еще одно обращение, поступившее в адрес главы региона, касалось поездки воспитанников школы современного танца элит на выездные соревнования. Дети, они из недели в неделю, из дня в дня занимаются максимальной подготовкой с профессиональными хореографами. Один из них приехал из Германии, сейчас уезжает в марте, она нас готовит к этому чемпионату. Другой у нас из Нигерии, южно-афроамериканец тоже, теми у нас с тренером работают, они готовят, и они сами принимали участие в этом конкурсе, они все детали знают, то есть мы максимально готовы к этому конкурсу. А второй и третий конкурсы – это международные конкурсы, это мои уже педагоги, которые меня учили, нас пригласили на конкурс хореографии. Конечно, лучше поехать на первый, потому что дети горят желанием. И у них такой уже спад начинает творческий, что они никуда не уезжают, мы находимся в четырех вот этих стенах центра, в Арктике особо мы не выступаем, как вы знаете, как наблюдаете за конкурсами, нас не приглашают. Глава региона пообещал оказать содействие в решении данного вопроса. Я персонально говорю, чтобы вас в тишка отправили, потому что, правда, дети должны привезти, значит, в самый лучший микс, в лучших петербургах. Мы постараемся, дети на самом деле очень готовы. Я наблюдаю за ними. Может, отбор привезти в регионе, еще дополнительно тут могли быть. А вот по остальным, мы отберем, мы отбор, а остальные там такие. Я говорю, ну, это московский отправь. Ничего страшного, дети занимаются, и слава богу, у нас есть такая возможность поддержать. Еще одним вопросом, с которым губернатор обратились жители Наринмара, касался установки поручней для инвалидов при входе в подъезд жилых многоквартирных домов. В частности, речь шла о доме номер 3Б на улице Рыбников. Решением этой проблемы займутся власти города и округа. Мэрии окружной столицы и инспекции гострожилонадзора предстоит также заняться решением вопросов ненадлежащего обслуживания управляющей компанией ПОК-ИТС многоквартирного дома номер 9А по улице Заводской, жители которого пришли на прием к губернатору.